МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22.00. Подводим информационные итоги дня на телеканале Санкт-Петербург. В студии Дмитрий Володин и Виктория Аземина. Добрый вечер. Итак, начинаем. Первое в этом году. В сводной репетиции Парада Победы приняли участие военно-петербургского гарнизона Росгвардейцы и сотрудники полиции. От плана праздничных мероприятий до оформления улиц. Подготовку к 9 мая обсудили на Координационном совете по делам ветеранов с участием губернатора. Протянуть руку помощи. В каждом районе северной столицы работают пункты сбора вещей первой необходимости для пострадавших жителей Оренбуржья. Перезимовали без происшествий. Скульптуры летнего сада разоблачились к весне. Реставраторы оценивают и состояние после временного заточения. Петербург готовится отметить 79-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. План мероприятий сегодня обсудили в Смольном на Координационном совете по делам ветеранов с участием Александра Беглова. Губернатор подчеркнул, не в одном другом регионе страны нет такого количества ветеранов. Для нас это честь и высокая ответственность. Органы государственной власти должны работать с максимальной отдачей. Конец цитаты. Как готовится город к одному из самых важных для страны праздников? Репортажи Мария Марченко. 79-ю годовщину победы в Петербурге отметят торжественно и с соблюдением всех мер безопасности. Будет и салют у Петропавловской крепости, и концерт в БКЗ «Октябрьский», и военный парад на Дворцовы. Правда, без авиации. Доступ гостей на все массовые мероприятия через металлоискатели. Бесловно, конечно, мы должны при проведении всех мероприятий учитывать ту обстановку, которая сегодня существует. Хочу отметить, что сегодня президент делает все необходимое, чтобы защитить наш город, проводятся определенные дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности нашего города. Торжества стартуют 8 мая с церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Прямую трансляцию этого и других событий обеспечит телеканал «Санкт-Петербург». Понимаем, что ветеранам нашим достаточно сложно так вот в течение дня принимать участие в большом количестве организованных мероприятий, смогут посмотреть все это дома вместе с семьей у телевизора. Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате. Транслировать акцию будут уличные экраны по всему городу. По Невскому проспекту 9 мая проедут ретро-автомобили с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами СВО. После каждый желающий сможет увидеть эту технику на Дворцовой. Там же пройдет концерт. В концерте впервые, пожалуй, примут участие не только артисты эстрады, которых мы уже все хорошо знаем, но и артисты, которые за последние два года часто бывали на передовой специальной военной операции. Это и заслуженный артист Санкт-Петербурга Виталий Аксенов, и группа «Джанго», группа «Декабрь». Это те артисты, которые сегодня формируют новую музыкальную культуру. Уже завтра у станции метро «Гостиный двор» стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Символы Победы будут раздавать волонтеры. Традиционно комитетом организуется волонтерское сопровождение ветеранов на мероприятиях ко Дню Победы. По итогам отбора и обучения сформирован волонтерский корпус в количестве 400 человек. Волонтеры будут сопровождать ветеранов на всех городских мероприятиях. Улицы, мосты и набережные украсят в едином стиле. Разместят более 16 тысяч элементов. Флаги, портреты героев Великой Отечественной войны – поздравительные плакаты. Каждый ветеран получит единовременную выплату ко Дню Победы. Кроме 55 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, выплаты получат также 175 тысяч детей войны. Тех, кого мы относим, кто родился до 3 сентября 1945 года. На стенде Петербурга на выставке «Россия» развернут экспозицию, посвященную городу-герою Ленинграду. А в музее в Соленом переулке установят мемориальную доску в честь его создателя Льва Ракова. Говоря о сохранении памяти, губернатор Александр Беглов отметил, необходимо присваивать городским школам имена героев. Даю поручение всем органам исполнительной власти необходимо продолжить практику присвоения городским школам имена героев Советского Союза и героев Российской Федерации. Нужно развивать традицию в школьных музеях, посвященных людям и событиям Великой Отечественной войны. И сегодняшним героям, которые участвуют в СВО или которые участвовали в Афганской войне, в других операциях. Мы очень активно занимаемся увеличением памяти. Где-то более 50 объектов в последнее время поименованы именами героев Отечества, которые вложили огромный вклад в созидание нашей страны. И эту работу мы вместе с комиссией топонимической будем продолжать. Сегодня в Петербурге проживает 55 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Больше, чем в любом другом регионе страны. Почти 44 тысячи из них награждены знаком жителю блокадного Ленинграда. Александр Беглов подчеркнул, помогать и окружать заботы необходимо не только по праздникам. Мария Марченко, Виталий Бролянчо, Олег Христов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. На Дворцовой площади прошла первая репетиция парада ко Дню Победы. В тренировке приняли участие военные Санкт-Петербургского гарнизона, росгвардейцы и сотрудники полиции. Также в составе парадного расчета под музыку в исполнении сводного оркестра гарнизона прошли более 200 курсантов Санкт-Петербургского, военного института войск Национальной гвардии и Университета МЧС России. Сегодня мы наблюдаем первую тренировку военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона, которая прошла на Дворцовой площади. Ранее военнослужащие тренировались в своих воинских частях, а также в военных вузах. Особенностью Санкт-Петербургского парада станет в начале торжественного марша будет исполнена легендарная песня «Ладога». Мой дед старался на фронте, был тяжело ранен под Москвой и отстоял нашу родину от немецко-фальшеских захватчиков. Помимо этого, второй дед погиб под Курском. И хочу сказать, для меня данный парад имеет огромное значение, потому что тем самым, участвуя в нем, мы отдаем дань нашим великим предкам. Добавлю, что репетиции пройдут также 27 апреля, 4 и 7 мая. Военнослужащие отработают строевые приемы с оружием, перестроение в составе подразделения и торжественный марш. В Смольном состоялась рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам генералом армии То Ламом. В приветственной речи губернатор отметил, что для северной столицы важны деловые и дружеские отношения с Вьетнамом. Среди перспективных направлений развития связи Александр Беглов назвал туризм, медицину, кибербезопасность и ряд других направлений. А также отметил, что в настоящее время решается вопрос прямого авиасообщения Петербурга с одним из городов Вьетнама. Сообщение между Россией и Вьетнамом о авиарейсах – это очень правильное направление и очень полезное для нашей страны, прежде всего для нашей молодежи. Я уверен, что у нас получится это сообщение прямое на Санкт-Петербург с одним из городов и для провинции Вьетнама. Это бы лучше было бы отношения между нашими, между нашей молодежью. Российско-вьетнамские отношения имеют давнюю историю, включая культурные связи. В прошлом году в Петербурге был открыт памятник Хо Ши Мину и в одном из высших учебных заведений города открыли музей, посвященный первому президенту Демократической Республики Вьетнам. После чаепития вьетнамской делегации вручили памятные подарки. В мае этого года в Петербурге пройдет неделя Вьетнама. Петербургский исполком Народного фронта вместе с Институтом экспериментальной медицины сегодня передали два полноприводных автомобиля бойцам специальной военной операции. Машины отправятся на линию боевого соприкосновения и предназначены для десантников. С заключами в институт с фронта приехали военнослужащие. Команды машины понравились, потому что, во-первых, они практически новые, во-вторых, это полный привод, во-вторых, достаточно комфортная машина, сочетающая в себе поездки, в том числе по бездорожью. А учитывая, что местность, по которой мы передвигаемся, она как раз и является для таких машин, конечно, для нас это очень хороший подарок. Для них очень важно наше внимание, очень важно, что мы помним, что мы ждем и тоже вместе с ними создаем возможности для победы. То есть, когда они понимают, что, например, есть волонтеры, которые действительно каждый день по 8-10 часов на протяжении многих месяцев делают своими руками сети, для них это особенно ценно. Мы считаем, что все наши граждане должны задуматься о том, что сейчас ситуация очень серьезная и это фактически защита нашей свободы и наших прав и тех перспектив, которые мы должны видеть для себя и для молодежи. Поэтому обязанность каждого думать о том, как помочь подобного рода нашим бойцам. Вместе с машинами Народный фронт передал гуманитарную помощь бойцам СВО. Это тепловые пушки, маскировочные сети и нашлемники, а также открытки и письма от воспитанников детских домов и социальных центров. Продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, одеяла, постельные принадлежности и другие необходимые вещи собирают петербуржцы для жителей Оренбургской области, пострадавших в результате серьезного наводнения. По поручению губернатора Александра Беглова, в каждом районе северной столицы открыты пункты сбора гуманитарной помощи на базе комплексных центров социального обслуживания населения. В начале апреля 2024 года начался массовый паводок на реке Урал и ее притоках. Уровень воды поднялся до 10 метров. Многие дома ушли под воду и жители остались без крова. Как протянуть руку помощи в репортаже Дмитрия Копытова? Так сейчас выглядит склад гуманитарной помощи Центра комплексного обслуживания населения Приморского района. Все это постельное белье, товары первой необходимости и воду неравнодушные жители принесли сюда за два дня. И продолжают нести. Пенсионер Алексей живет на Черной речке. Как только услышал о наводнении в далекой Оренбургской области, сразу поспешил помочь. Говорит, лично бы поехал ликвидировать последствия, но возраст не позволяет, 70 лет. В итоге помог, чем смог. Вот полотенце и постельное белье. Ну и ребятишкам, как много пострадавших детей, паркерсы. Я думаю, это все подойдет. Носочки, а то еще прокладно. Салфетки, зубную пасту и щетки. Уровень реки Урал упал ниже критической. Слава Богу. Житель блокадного Ленинграда Ирина Марковна Шварц последние новости о паводках узнает из интернета. Сейчас ей выделили квартиру в социальном доме при Центре комплексного обслуживания населения Петроградского района. Пункт сбора гуманитарной помощи в этом же здании. Узнав о беде, сразу обзвонила всех соседей и инициировала сбор денег для пострадавших. Ну, во-первых, губернатор обратился за помощью. Надо помочь Оренбургу затопленному. Я облакадница. Не прохожу мимо. Все почти откликнулись. Ведь мы же собрали 68 тысяч. А у нас же одни пенсионеры. А я еще решила, что пускай кому-нибудь этот плед согреет душу. На собранные средства купили продукты питания. Макароны, тушенку, кофе. Приносят пожилые люди и вещи с любовью, сделанные своими руками. Жители приносят разнообразные вещи. Но очень трогательным показалось то, что принесла жительница Петроградского района. Вот, например, именно она подписала передать в дом малютки. Посмотрите, какая прелесть. Вот такие вот носочки, которые связаны ей собственными руками. И они различного цвета, качества. Мы это все обязательно передадим. Комитет по социальной политике Петербурга организовал подобные пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Оренбуржья в каждом районе северной столицы. Надежда Герман тоже не смогла пройти мимо. О потопе знает не понаслышке. В 2012 году ездила волонтером в Крымск. Принесла покрывало, подушку новую. Потому что люди остались без всего абсолютно. Это большая трагедия. Дай бог, чтобы это была адресная помощь. Пик паводка в Оренбургской области позади. Но далеко не все вернулись в свои дома. И жители города Неве, как никто другой, знают, как важно вовремя прийти на помощь. Дмитрий Копытов, Андрей Спиридонов, Юлиана Говорова, Сергей Щенников и Екатерина Мельникова. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Эрмитаж отметит юбилей Николая Рериха. Сегодня на пресс-конференции рассказали о деталях программы, посвященной 150-летию со дня рождения художника. При этом тематические выставки и конференции посвятят всей знаменитой семье Рерихов. Для Эрмитажа важно показать и научный, и петербургский след художника. И чтобы рассказывать о нем и о его роли в искусстве, не обязательно выставлять его картины. Весь идеолог культур, у него вливались в его великий документ, пакт Рериха, который и сегодня актуален, который и сегодня надо осуществлять, который, как я сказал, находится в русле нашей правовой традиции и развивается как теоретически в Декларациях прав культуры Лихачева, так и в наших практических делах и по спасению памятников, и по разработке идей силовой защиты памятников культуры во времена военных действий. Напомню, пакт Рериха – это первый международный договор по защите культурного наследия. Он был подписан в 1935 году. В дальнейшем став основой многих мировых документов. В частности, благодаря Рериху появилось Знамя мира. Это отличительный флаг, который часто используют для обозначения и защиты культурных ценностей на случай вооруженных конфликтов, а также в мирное время на случай бескопорядков. О других событиях расскажем в коротком обзоре. Экспонаты кунсткамеры готовят к большому переезду. Реставрация корпуса музея в таможенном переулке начнется в третьем квартале следующего года. В здании установят современную систему кондиционеров, полностью заменят инженерные сети. Отреставрируют лестницу, двери и полы по историческим образцам. Хрупкие экспонаты на время работ перевезут в здание нового фонда хранилища, которое возводят в Приморском районе. Молодые клёны, липы и ели украсили Александровский сад. Деревья сегодня высадили горожане вместе с садовниками Комитета по благоустройству. Специалисты подготовили участки под посадку и помогли людям вырыть лунки. Принять участие в озеленении города может любой желающий. Для этого подготовлено 30 площадок в разных районах. Адреса и график работ можно посмотреть на сайте правительства Петербурга. Во имя науки на благо Отечества. Выставку с таким названием сегодня представили на закрытом показе в петербургском отделении РАН на Университетской набережной. Экспозиция посвящена 300-летию Российской Академии Наук и демонстрирует уникальные документы, которые рассказывают о жизни и деятельности 13 выдающихся ученых, работавших в городе на рубеже 19 и 20 веков. Новый летний сезон откроет в эту субботу Государственный музей-заповедник Петергоф. Под гимн великому городу Глера запустят фонтаны Большого Каскада и Самсона. Нижний парк начнет работать с 9 до 20 часов. Фонтаны с 10 утра до 19.45. Традиционный весенний праздник пройдет в мае. В этом году он называется Альма-Матер и посвящен 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета. Для посетителей после 5-летней реставрации откроется Верхний сад. Юная американка Лунна Феннер, известная как девочка в маске Бэтмена, успешно перенесла первую пластическую операцию и готовится ко второму этапу лечения. Луна, рассказывает ее мама, понимает, что стала маленькой звездой Петербурга и стойко переносит все испытания. Инъекции, перевязки постепенно привыкают к 7-часовой разнице во времени. Конечно, она понимает, что все, что с ней происходит, это для ее же благо. Но, конечно же, она устала. Она просто хочет домой. Просто очень хочет играть со своими друзьями и игрушками. Она спрашивает мама, а когда у меня будет такая же красивая кожа, как у тебя? А сейчас она хочет кушать. Напомню, Луна родилась с большим родимым пятном на лице. Избавиться от новообразования ей помогли и краснодарские врачи. После операции на лице ребенка осталось немало рубцов. Петербургские хирурги взялись за сложнейшую задачу сделать шрамы практически незаметными, ликвидировать остатки так называемого невуса. По приблизительным подсчетам, лечение Луны займет около двух лет. Ежедневно сложнейшей задачей приходится решать и врачам скорой помощи. Но в этот раз медики приняли нестандартный вызов. Написать неофициальный гимн, посвященный их непростому, но очень важному делу. Музыкальная композиция стала подарком к юбилейной дате в этом году городской станции скорой помощи 125 лет. Автором текста стала врач Василина Малова. А в клипе снялись сериальные сотрудники разных подстанций. Видео уже стремительно набирает просмотры и отклики в интернете. И пересылает его друг другу не только медицинские работники. Александр Буренин продолжит. В начале были написаны стихи несколько лет назад. Идея положить их на музыку пришла достаточно неожиданно. Затем важно было найти вокалистов. Два голоса, мужской и женский. И главное сделать это без привлечения посторонних. И в итоге выяснилось, что врачи скорой помощи не только на работе спелись, но и поют отлично. На сильных и слабых, на трусов и храбрых не делятся те, кто в беде. Со смертью бороться придется на равных, рисуя круги на воде. Автор текста Василина Малова. Два года в Петербурге. Начинала медицинскую карьеру на Дальнем Востоке. Поэтому привыкла опережать время, как минимум московское. И в работу свою влюблена. Говорит здесь и романтика, и ответственность. Хоть песни посвящай. Собственно, она это и сделала. Вспоминается бригада. Как выезжаешь на вызов. Что тебя ждет впереди. От водителя большая часть зависит, так скажем, когда мы едем на вызов или уже когда следуем в стационар. То есть без них мы не бригада. Василина подчеркивает, очень важно быть командой. Ее уже спрашивали, почему водители в клипе не получили сольную партию. Просто не смогли подобрать вокалиста. Но без них в работе не справятся. И жизни они спасают только вместе. Сам клип снимали несколько дней. На работе дубли недопустимы, а тут ошибаться было можно. Самый красивый эпизод – это песня под мокрым снегом. Уверяют, никаких спецэффектов, как и в реальной жизни. И снег, и дождь, и ураган, и даже эпидемии встречались. На скорой ездить всю жизнь. Стационарная работа абсолютно не для меня. Тем более, когда я уже на первом курсе была, я знала, что моя профессия – это врач скорой помощи будет. Поступали, конечно, предложения другие, на практиках, на всевозможных. Хирург, да, все же хирургами хотят быть. Хирург, травматолог, гинеколог. Прибыльные какие-то, да, более узкие специальности. Но нет. Сегодня работа продолжается и уже не клиповым мышлением, а внимательно к каждому пациенту. Но в голове играет та самая мелодия, пока за окном пролетает город, здание, часы, дни. И надежда в груди бесконечная только в успех. Но спасенная жизнь в нашем сердце огонь разжигает. Александр Буренин, Александр Аксенов, Дмитрий Кальяса, Родригес и Сергей Мишонков. Новости, телеканал Санкт-Петербург. На аллее Сакуры в Пионерском парке появились новые саженцы японской вишни. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина высадили молодые деревья Кикушидара, известные как Сакура. Аллея появилась три года назад по инициативе президента Федерации дзюдо Петербурга Михаила Рахлина. При этом выбор сорта саженцев не случайен. Японская вишня считается олицетворением философии гибкого пути в дзюдо. В дзюдо, а также символом весны, красоты и возрождения. Дзюдо – японский вид спорта. Мы, конечно, близки. Я очень часто бываю в Японии. В Японии цветение сакуры – это время философии, время созерцания, размышления. И я думаю, немножко Японии мы принесем сюда. Может быть, не сейчас, в апреле, но уверен, что в мае, когда расцветет, здесь будет очень уютно и хорошо. Мини-сад уже успел стать достопримечательностью Калининского района, популярным местом прогулок и фотосессий, особенно в период цветения. Полюбоваться нежно-розовыми бутонами петербуржцы смогут в середине мая. Аллея Сакуры появится и в соседнем парке. Академика Сахарова рядом с ним строит второе здание спортшколы на полторы тысячи человек. От зимней спячки пробуждается и летний сад. На Олег во все кипит работа. Античных богов и богини освободили из плена. Посетители смогут лицезреть их уже 1 мая. Традиция закрытия мраморных скульптур соблюдается в течение многих десятилетий. Это необходимо для сохранности статуй, которые плохо переносят перепады петербургской температуры. Сегодня скульптуры раскрыли, а реставраторы и другие специалисты музея проверили их состояние. Отмечу этот год для летнего сада, юбилейный в честь 320 дня рождения, русский музей готовит праздничную программу. Александр Громов следил за подготовкой к новому сезону. Изобилие и мир в Петербурге встречают свою 298-ю весну. Эту скульптурную композицию по заказу Петра извояли в Италии. Изящные фигуры над поверженным львом – символ победы России в Северной войне. Это шедевральная скульптура. Еще раз повторюсь, это известный итальянский скульптор, который величина мирового уровня. И в Летнем саду есть несколько вещей, которые вышли из-под его резца. Поэтому назвать это какой-то среднестатистической скульптурой нельзя. Укутанные в хлопок, спрятанные под деревянными щитами, мраморные богини перезимовали без происшествий. Ткань камень сберегла от влаги, доски не дали превратиться статуи в сугроб. Дело в том, что это первый мраморный памятник в России. Это совершенно уникальное произведение. Стоит он, освещаемый солнцем, когда оно есть, не под деревьями. То есть мрамор не портится. Для скульптур пагубны даже соки, которые капают с ветвей во время цветения. Чтобы обезопасить натуральный мрамор, на дорожках установили копии шедевров. Рядом с ними, как только ночью потеплеет до плюс десяти, появятся фрукты экзотические для невских широт. Они не той сладости и вкусности, которые выращиваются специально. Вот эти вот, японская фортунела, кисленькая внутри и сладенькая корочка. Грядущий сезон юбилейный 320 лет назад. В этом месте Петр Первый повелел разбить сад. В июне на этих аллеях обещают устроить грандиозный двухдневный марафон. Мы готовим сюрпризы в летнем саду, сразу несколько в этом году. Мероприятий, которых здесь никогда не было. Но начну с главного. 8-9 июня, это суббота и воскресенье, викенд, пройдет впервые день летнего сада, посвященный 320-летию создания Петром Первым летнего сада. Все лето 2024 года, по словам Аллы Маниловой, будет посвящено детям для юных гостей. Работники Русского музея готовят развивающие игры и праздники. Пока сад закрыт на просушку и уборку. Открыть его планируют уже 1 мая. Запуск фонтанов назначен на День Победы. Александр Громов, Максим Ростовцев и Оксана Бушмелева. Новости телеканал Санкт-Петербург. Завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег. Температура воздуха от нуля до плюс 2 градусов. Днем без существенных осадков. Плюс 6, плюс 8. Ветер южный, юго-западный слабый. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Новости телеканал Санкт-Петербург. Эфир продолжит программа «Степень защиты». В студии ее ведущая Лидия Вельба. Вам слово. Добрый вечер. Приветствую коллеги. В ближайшие 10 минут расскажу криминальные новости Петербурга.